Приехала на прокалывание своих ушек-мочечек. Здесь вот рядышком секс-шоп. Вот такая вот секси-шмакси видуха. Вход 18+. Там всякое разное интересное. Ушки мои готовы. Слава Богу, буду ходить с сережечками. А сейчас я пришла в оптику. Очки получила. Они такие симпатичные. Через мешочек покажу. Вот такие вот. Он кругом вот это все перекопано, посыпано, ровняют, копаются. Порядки наводит. Сейчас бегу на автобус. Здесь телефоны. Все все снимают. Так что ни одна я такая чокнутая. А сейчас я еду делать паспорт, загранпаспорт. И вы не поверите, еду туда уже второй раз. С утра поехала. Короче, больная голова не дает покоя ни рукам, ни ногам. Забыла кое-какой документ. И вот приходится ехать второй раз. Блядь, это пипец. Весь день в каких-то гонках бешеных. Сейчас, чтобы сделать загранпаспорт, цена его 2,250. То есть 250 фотографии и 2000 госпошлина. Ну, совсем копейки. И делают только на 5 лет. Не, на 10 тоже делают, но там в отдельном месте. А мне-то все равно. Мне и на 5 сойдет. Так что вот так вот. Так, где же мой автобусик? Вот такая вот движуха в городе. Время 4 дня. Вот, считайте, с 9 утра я гонзаю. Сегодня ветер очень сильный. С утра было холодно. Но сейчас вроде солнышко хорошо. Вот такое вот небо владивостокское. Солнышко. Рабочие железных дорог. Все, приехала. Надеюсь, это будет недолго. Произошло очень быстро. Буквально полчаса. Все сделали. И сейчас мне надо ждать смс. Когда приезжать, получать. Короче, фотографии не получалось вообще. Не могла выбрать, какая лучше. Но, если честно, все ужасные. Да неузнаваемости. Я не знаю, у всех так не у всех. Я вообще на фото, получается, отвратительно. Короче, как сделали, так и сделали. Буду некрасивая в паспорте. И какая у меня была проблема? Почему я приезжала второй раз? Дело в том, что у меня пять фамилий. То есть, я меняла фамилию пять раз. Это, естественно, нужна подноготная каждой фамилии. Представляете? Я вот ездила за документами. И это все проверяли. Ой, отмечали. Короче, вот такая я. Представляете? Успела уже поменять пять фамилий. И вот из-за этого произошла проблемка. Все, теперь со спокойной душой еду домой. Аллилуйя. Зашла в магазин. Это уже была последняя точка на сегодняшний день. Ой, нихера не купила. 1200 оставила. И вот я уже подхожу к дому, и начался дождик. А у меня зонтик в сумке. Потому что обещали. На весь день было солнце, тепло, так хорошо. И вот он пошел. Пошел, любимый мой дождик. Так, мои новые очки. Вот такие симпатичные. Блин, так непривычно, что нету черной толстой оправы. Но я решила поменять. Они как-то так нежненько, очень красивенько смотрятся. Потом вам покажу. И купила я десяток яиц. Сметану, творог. Пачку маргарина. Если будет настроение, сделаю маленькие пасхи. На нас уже праздник. Ё-моё. Пару бананчиков. Правда, они еще зеленые. Но до завтра уже поспеют. Кусочек сыра. Банку вареной сгущенки. Я без этого жить не могу. И вот такое вот все. То, что я всегда забываю. Это пищевая сода, ванилин, разрыхлитель, лимонная кислота, всякий разный крахмал. Вот картофельный, кукурузный и сахарная пудра. Ну, конечно же, печенюшечки. Они простые, но очень-очень вкусненькие. Девочки, наконец-то я собралась сделать десерт, про который вам говорила. Взяла я его с видео. Уличная еда в Гонконге. Короче, хочу попробовать, что у меня получится. Иначе я не успокоюсь. Для этого понадобится тесто, бананы, яйца, сгущенное молоко и шоколад. Пласт слоеного теста я разделила вот на такие две половинки. И одну из них максимально раскатала тонко. Должен получиться квадрат и как можно тоньше. Конечно же, там рецепт теста особенный, но я его, к сожалению, не знаю. Но если бы даже знала, наверное, бы не заморачивалась, а искала легкие пути. Нарезала банан и в банан добавляю одно яйцо. Все хорошо размешиваю. Разогреваю сковороду с растительным маслом. Выкладываю вот так вот раскатанный пласт теста и выливаю бананы с яйцом. Распределяю их. Сейчас вкладываю в такой конвертик. Горячо. Так. Вот так вот. Горячо. Так. Так. Обжариваю с одной стороны. Вот так. И сейчас буду переворачивать. Какая получается красота. В банку сгущённого молока делаю вот такие вот дырочки. В целлофановый мешок ломаю шоколад и растапливаю его в горячей воде. Вот такая вот красота. Как такой, знаете, большой-большой пирожок. Сейчас я его буду разрезать на кусочки. Так. Ла-ка. внутри получается вот так вот банан с яйцом сгущенное молоко и делаю вот так что у меня плохо струйки получаются по ходу очень густое сгущенное молоко шоколад боже какая красотища и вкуснотища сейчас я хочу попробовать это волшебно просто сказка это безумно очень вкусно и я ни на секунду не пожалела что я потратила время быстро просто и безумно вкусно красота вот так вот ничего сложного и для себя и для гостей поняла что можно с любого теста делать и не испортишь такой десерт а яйцо с бананом вообще бомба так что можно ехать за границей открывать свой бизнес а а и и